Вновь в строю после профилактических каникул. Семь самарских школ открылись после карантина по гриппу и ОРВИ. Еще в четырех учебный процесс может возобновиться уже 17 февраля. Всего же в Самаре в конце прошлой недели из-за превышения эпидемического порога 11 школ были закрыты полностью. Частично приостановлены занятия в некоторых школах и группах в детских садах. Если по причине болезни в школе отсутствует 30% учеников и преподавателей, ее закрывают на карантин. Класс отправляется на вынужденные каникулы, если занятия не посещают более 20% детей. Одна из причин, извините меня, я скажу, это кроется в малой культуре. В первую очередь родители, которые отпускают детей в школы с катаральными явлениями, пренебрегая температурной реакцией. Кроме того, главный детский инфекционист региона рекомендовал проверяющим организациям больше внимания уделять состоянию пищеблока в санитарных помещениях, в школах и детских садах. В департаменте образования следят за профилактикой. Прививки от гриппа сделали почти всем преподавателям и детям. Достаточно большой процент, около 80% детей были вакцинированы. И, конечно, ежедневный медицинский осмотр детей при утреннем приеме. Мы своевременно выводим из коллектива не только детей, но и персонал с признаками гриппа. Отменили сейчас массовые мероприятия. Плановые проверки в школах проходят регулярно. Но закономерности в закрытии тех или иных школ на карантин в течение нескольких лет ни Роспотребнадзор, ни городской департамент образования выявить не пытались. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил разобраться, в каких школах дети болеют чаще, и выяснить причины роста заболеваемости в образовательных учреждениях отдельных районов города. В рабочем порядке мне направьте тогда статистику за несколько лет, в каких школах предпринимались меры по частичному закрытию школ и по детским садам, и наложить итоги проверок по детским садам, которые были в конце года. Давайте посмотрим, нет ли здесь закономерностей каких-то. Кроме того, во время следующих проверок департамент образования учтет рекомендации инфекционистов. А родителей просят не отправлять в школы и детские сады детей, пока они полностью не поправятся. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.